Между тем, до начала весеннего половодия осталось меньше месяца. В связи с этим в Валёкпинском районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Была заслужена информация о готовности всех служб. Отмечается, что наибольшее внимание необходимо уделить подготовке тем главам, в чьих наслегах ранее были отмечены подтопления. Это Тяньский, Кылахский, Хоринский и Троицкий наслега. Готовность к паводку и пожароопасному сезону в Валёкпинском районе обсудили на КЧС при председателе комиссии Николай Харбине. В этой неделе планируем провести проверки готовности отдельно взятых близлежащих наследных пунктов, подверженных к паводку. По провинтивным мероприятиям у нас все работы на реке Лена окончены. Буквально сегодня с города Якутска, с Холбово-Ленского военного по своему направлению приехал специалист, который сегодня ездит и принимает. В этом году большое количество снега, что сказалось на состоянии улиц города. Готовность к периоду ледохода имеется. Аварийные ситуации мы ни в коем случае не исключаем. Сейчас направлены письма во все организации города Олегминска, которые имеют у себя различную дорожную технику, необходимые погрузчики, самосвалы для того, чтобы у них была готовность в случае чрезвычайной ситуации нам ее предоставить для отсыпки и восстановления тела дам. Лето прошлого года было сложно в плане лесных пожаров. Лес сгорел в нескольких точках, поэтому уже сейчас в готовности ответственные службы. Техника, которая находится в плане тушения лесных пожаров на 24-й год, она все прошла технический осмотр, полностью и тракторная техника, и колесная техника, она готова. На данный момент мы получаем дополнительное оборудование, снаряжение с якутского головного предприятия и создаем материальный запас. Дополнительно тому, что у нас должно быть... Все необходимое, в том числе транспорт, имеется, есть пожелания о более современной технике. Это не только у нас, а в силу лесопожарных формирований, недостаточно, скажем так, новой лесопожарной, специализированной именно техники. Именно специализированной лесопожарной техники. По предварительным прогнозам, вскрытие реки в Олегминском районе ожидается 11 мая. Елена Фаст, Максим Копылов, Олегминск.